Приветствую всех на своем канале Crypto Club. Здесь вы найдете обзоры перспективных ICO-проектов. Сегодня мы разбираем проект Plankix. Я уже снял по нему обзор, рассказал, что это за проект такой, зачем блокчейн. Вкратце, это децентрализованная блокчейн-платформа для создания реферальных компаний на ней. И вознаграждение вы можете получать либо в виде скидок в интернет-магазинах или в компаниях, предприятиях, которые, собственно, зарегистрированы на этой платформе, либо в виде токенов Plankix. И в этом обзоре я бы хотел рассмотреть рейтинги ICO, как оценивают вообще их. Сразу скажу, что рейтинги высокие, интересен проект. Как-то многим. Поэтому рассмотрим его. ICO-холдер, здесь оценка средняя 3.93. Но вот, опять же, из-за мероприятий, средняя оценка могла бы быть намного выше. А так у них все выше четверки. Поэтому, собственно, средняя оценка бы 4.2. Вот ICO Bench 4.3. Здесь написано, да. Что еще мы на этом сайте видим. Что для нас интересного. Ну, вот здесь немного, опять же, устаревшая информация, да. А хотя нет, почему устаревшая. Вот прицейл до 24 июля у них продлится. Вот здесь дорожная карта. Расписана пилотная версия проекта. Во втором квартале, да, будет, этого года будет выпущена. Активно здесь в соцсетях. Здесь, в принципе, ну, здесь только Telegram и форум Bitcoin Talk. Вот, собственно, Twitter и Facebook почему-то нету. Следующий сайт, InvestFuture, да. Здесь рейтинг 4 звезды из 5, 73, 37. Оценка. Опять же, проект в топе, да. Это место, вот сами видите, какое высокое, 241 из 5500. И входит в топ, входит в топ ICO. Вот, вот, также рейтинг по версии других сайтов здесь представлен. Вот, трек ICO 5.0 из 5.0. Здесь вообще топ 110, да. Здесь вот CryptoRated их оценивают не очень хорошо. Ну, CryptoRated мы не смотрим. Обзоры на этом сайте. Вот, в принципе, на остальных рейтинги все очень высокие. Давайте посмотрим следующий сайт, да. Это Foxy, что здесь оценивают на 7.5. Из 10 тоже оценка выше среднего намного, да. Но не максимальная. Почему? Ну, вот, это нужно, собственно, у них спрашивать. Они здесь не расписывают оценку. За что они ставят? Это не просто ставят оценку и все, возможно, на основе. А, ну, вот, пишу, что немного конкурентов. Интересная идея. Рабочий протокол есть. Хорошая команда. Но вот поставили с ними 5, а не 10 почему-то. И не 9. Нужно спросить у этого проекта, почему они так поставили. И вот, заканчивает наш обзор. Это ICO Bench, да. Плантик здесь 4.3. Общая оценка 9. Экспертов оценили. Проект. Вот, ну, профиль ICO здесь 4.4, команда 4.5, видение 4.3, продукт 4.0, да. Цена, вот, 10, собственно, центов, 10 центов за один токен платформы, вот, из Австралии. Проект. Софткап у них 3 миллиона, а хардкап у них 24 миллиона, миллиона долларов. А в обзоре я говорил, что там хардкап 10 миллионов долларов, да. Но это, видимо, я немножко устаревшую информацию посмотрел. Здесь вот они обновили, видимо, уже собрали, и обновили, решили собрать побольше. Почему нет? Вот, два члена команды у них прошли проверку, да, это очень хорошо. Опять же, плюс к доверию, плюс к команде, плюс к проекту. Поэтому оценки, в принципе, такие высокие. Что можно сказать? Я уже говорил, что проект интересный, да. И сейчас, в принципе, развиваются такие проекты, где кэшбэк возвращается к те различные скидки, можно получить, да. И вот, почему бы не создать такой проект на блокчейне, где будет меньше комиссия, где он быстрее будет работать, более автоматизированный, и все будет гораздо безопаснее. Вот, спасибо, ребята, за просмотр, оставляйте лайки и комментарии, подписывайтесь на канал, всем добра.